Все эксперты, опрошенные ДВ, считают, что публикацией нового расследования оппозиционер Алексей Навальный, которого приговорили к 30 суткам ареста, наносит ответный удар Кремлю. «Этим расследованием Навальный как бы поджигает фитиль, используя самое мощное оружие, которое есть в его распоряжении. Он ведёт нападение не только на окружение Путина, но и на самого президента России. Навальный выставляет это так, будто это дуэль между ним и Владимиром Путиным. И он не устаёт повторять, что он не боится Путина, что, наоборот, российский президент испытывает страх перед ним. Это новое видео ещё больше подчеркивает мужество и бесстрашие оппозиционера. В нём он идёт ва-банк и атакует самого президента». Политологи отмечают, что об истории Дворца Путина на самом деле уже было известно. Однако Навальный и его соратники привели многие документы в качестве доказательства, опросили свидетелей и подняли темы, неприятные для российской власти. Это расследование, по мнению экспертов, нанесёт удар по имиджу Путина, доверие к которому и так сильно упало за последние два года после проведения пенсионной реформы. «Меня шокировало то, что автор расследования Алексей Навальный нарушил все табу, которые существуют в России. Начиная с того, что в этом расследовании он критикует самого Путина. Он делает то, что оппозиционеры в России, как правило, избегают, обвиняют его в коррупции. При том, что имидж Владимира Путина до сих пор был незапятнан, в отличие от его окружения. Он прошёлся по всем темам, на которые, и он, вероятно, отдаёт себе в этом отчёт, окружение Путина отреагирует очень агрессивно. Также расследование даёт понять, что Путин был вовсе не важным агентом спецслужб ГДР, а лишь второстепенной фигурой, то есть никаким не Джеймсом Бондом». Эксперты отмечают, что время для публикации было выбрано очень точно. Расследование появилось в интернете на следующий день после того, как Навального приговорили к 30 суткам ареста. «Понятно, что видео было подготовлено заранее и используется очень целенаправленно. Значит, у ФБК и Навального есть план, стратегия. В то же время возникает впечатление, что у российского государства нет никакой стратегии, что делать с Навальным. Такое чувство, что он опережает власть, продолжая наносить целенаправленные удары. А правительству в Кремле и администрации президента не остаётся ничего другого, как на это реагировать». Политическим победителем на данном этапе немецкий эксперт считает именно Навального. И всё же, по мнению экспертов, вряд ли расследование вызовет массовые протесты по всей стране. Хотя авторы расследования, судя по всему, на это надеются и призывают к этому в самом фильме. На данный момент видео уже посмотрело более 24 миллионов человек. «Фильм вызвал большой интерес. Однако, насколько мне известно, это количество просмотров, не только результат интереса зрителей из России, а расследование смотрят по всему миру. Хотя в России фильм, вероятно, вызвал самый большой интерес. Однако стоит отметить, что от просмотра видео в Ютубе до действительного участия в акции протеста – очень большой шаг. Особенно, когда существует реальная угроза, что ответом на участие в общественных акциях могут стать репрессии». Многие эксперты при этом уверены, что Кремль отомстит оппозиционеру за последнее расследование и опасаются за жизнь Алексея Навального. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова